Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым, я тут художник, который может видеть каждого. Итак, поговорим сегодня о единственном на планете, о лениводе-бандеровце, ну, конечно, о российском министре Шойгу. Он внес неоценимый вклад, колоссальный и гигантский, в превращение своей армии во всемирное посмешище. Смотрите, именно Шойгу с Герасимовым являются реальными командирами российской армии и они превратили Путина вместе с собой в посмешище. Наш заложный, даже Зеленского превратил в уважаемого во всем мире лидера, потому что наша армия в чистую, вот просто громит превосходящего по силам противника и здесь есть несколько очень интересных и очень важных моментов. Давайте посмотрим сначала на Шойгу. Он вместе с Герасимовым являются лидерами антирейтинга в Российской Федерации. Это не я придумал, посмотрите в гугле вот все российские рейтинги. Там до недавнего времени на первом месте по рейтингу находился Пригожин, слегка опережая Путина. А в самом низу, вот на дне презрения и отвращения их общество всегда находился Шойгу. То есть министр Оленевод всегда был дном российских симпатий. У нас абсолютно все противоположно. У нас на первом месте опережая всех находится заложный. Подождите, это единственный политик в Украине, который, имея абсолютный рейтинг, имеет полное отсутствие антирейтинга. И для того, чтобы это было именно так, все от него зависящее сделал и Шойгу, и Герасимов, и лично Путин, потому что они, слава Богу, за это огромное, вот низкое им вот в пол поклон спасибо, что они не слушали того, что им говорил Навальный. Они, вопреки всему, что им говорила еще тогда существовавшая, а ныне уничтоженная оппозиция, они украли все, что только можно было украсть. И как не поблагодарить за это, лично вот этого Кожугетовича, Мордоворотовича, что он осуществил невозможное. Украдено было просто все. Это прекрасно, что он не слушал ничего, что ему рассказывал Пригожин. Хотя тот, ну, костьми ложился, можно сказать, положил себя на алтарь уголовного отечества. Потому что этот марш полупокеров, который почти до рёб до Москвы, показал, что Шойгу отсутствует как персонаж при необходимости защиты своего рашистского отечества. То есть, смотрите, у Шойгу и в Украине-то, извините меня, полная задница, такая вот глубокая и раскатистая. А когда понадобилось защищать свою собственную Российскую Федерацию, простите, да там просто найти его было нельзя. Когда Пригожин попёр на Москву, там шастали взад-вперёд кто угодно. Там и Лукашенко, и Собянин, там и губернаторы, то есть отсвечивали все. Кроме того, чья прямая служебная обязанность была с этим разбираться. Вот именно они и сдрыснули первыми. Что для нас, согласитесь, прекрасно. Потому что тот вклад в победу Украины, который вносит Шойгу, ну, просто неоценим. Согласитесь, никто кроме него не смог бы так нам помочь. И эта помощь нам категорически необходима, и это прекрасно, что он оказывает её всеми фибрами своей оленеводьей души. Что это он облашил Путина и всех вокруг благодаря ему. Друзья, ну, согласитесь, что Шойгу гениальный полководец. Нет второго такого на планете, кто нам бы был так полезен при руководстве армии врага. Второго варианта, настолько нас устраивающего, просто нет. Нет, ну, разве что Надя Савченко, но, к сожалению, её не назначат. Хотя хотелось бы. Вот. А поскольку Шойгу мастер прохезать всё, вдумайтесь, до недавнего времени, до, ну, собственно, 14-го года, Украина избавлялась от оружия по всем параметрам. При этом, благодаря бывшему министру обороны Гриценко, там, благодаря Юлии Владимировне, а при Януковиче то же самое, продавали России, отдавали за долги именно те ракеты, которыми нас сейчас бомбят, избавлялись от чего только могли в огромных, в огромных количествах. А Россия всё это захомячивала и всё это прохезывала, всё это проворовывала и приводила в негодность. На момент начала вот этой вот полномасштабной войны 24-го февраля у России были все преимущества. Вот все до единого. Вдумайтесь, вот я сейчас о гениальности Шойгу вы оцените. У Шойгу в руках было колоссальное, там, кратное преимущество по живой силе. То есть Россия в 10 раз, ну, у нас больше по территории, в 3-4 раза больше по населению. У неё техники было на порядок практически по количеству больше и боеприпасов. У них была внедрена целая сеть шпионов. Благодаря Баканову, которого назначил Зеленский, у нас на должности были назначены просто толпы российских шпионов. В администрации президента сидели прямые агенты ФСБ. Ну, и сейчас кто-то там досиживает уже не в таком масштабе. У них был в руках элемент внезапности. Больше того, наш президент прохрипел прямо перед войной. То есть, смотрите, Шойгу, вот, сама жизнь сдала все козыри на руки. Понимаете? И он на мизере взял 10 взяток. Преферансисты меня понимают. То есть, он ухитрился прохезать всё. Но, вот, это тот случай, когда судьба подарила все шансы на победу. Гений. Ребята, гений. То есть, это прекрасно, что у нас есть в руководстве российской армии вот абсолютный антипод нашего залужного. Знаете, я человек неверующий, но в данном случае элемент, как укажет в Украине, божья кара, абсолютно чётко прослеживается вот в Российской Федерации. Говорят, что бодливой корове Бог рога не даёт. Вот российскому руководству Бог не дал ума. А самое прекрасное, что в отличие от их вот этого трусливого, тупого и бессмысленного хамства, которым живёт Россия, наш народ, наша армия продемонстрировала прямо противоположные качества. Поэтому честь, хвала и низкий поклон нашим вооружённым силам, руководству нашей армии, залужному, сырскому и всем остальным, великим сынам Украины, прямой противоположности вот этим оленеводам, которых мы заставили работать на Украину огнём, мечом, оружием и умом украинцев. А вас я попрошу не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки, обязательно пишите комментарии, распространяйте, пожалуйста, в соцсетях. Ну а победа, как вы понимаете, неизбежно будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.